Артём Леонидович, как можете прокомментировать народный сход в Кировском, который проходил в минувшее воскресенье, когда люди протестовали против возможной предполагаемой аренды порядка 2 гектар леса, в том числе ломали заборы, которые самосудили? Спасибо за вопрос. Во-первых, тут вся загвоздка в том, что вы сейчас правильно сказали, что возможный захват. То есть никто на данный момент чётко не понимает, что там происходит. Информация ко мне поступила из Фейсбука, из интернета, плюс мой советник Ломтика Татьяна тоже мне поставил в известность, что такая и такая ситуация происходит. Значит, мной было инициировано собрание активистов. Я пригласил начальника полиции нашей районы, я пригласил землеустроителя нашего, это начальника геокадастра. Был приглашен и прочие силовики. То есть, и также была ломтика присутствовала со своими помощниками, то есть я считаю, что это были представители общественности. Собственно говоря, да я тоже сказал, если кто-то хочет, пусть, пожалуйста, приходят по участке. В общем, по результатам этого оперативного, скажем так, совещания... А, и был ещё, присутствовал, есть Василий Георгиевич, это Солочная Голова. Ситуацию эту мы обговорили. Было выяснено два таких острых вопроса, которые интересовали общественности. Это первое, это возможность самозахват земли. И второй момент, это якобы самовольный забор, который был поставлен на какой-то улице, к нему улица Некрасово, если... Поселок Лесной, да. А, поселок Лесной, да. Вот. Ой, поселок Переулок. Да, да, да. Значит, Солочная Голова Кировки, есть Василий Георгиевич. Всё понял, то есть он сказал, что он с этим разберётся. По большому счёту, это больше его полномочия, это больше его приорогатива. Как и Голова Снезна власти. Ну, понятно, что я стране не осталось, я такой пылспорт контролирую. И, как мне есть, заявил, что ближайшими днями он эти все вопросы решит. Это что касается самовольно поставленного запроса. Что касается самовольного, якобы самовольного захвата кем-то там участков. Ну, и возможной аренды леса вот это. Совершенно верно, да. Кстати, хочу отметить, что представитель лесного хозяйства на мой превосходитель не пришёл на эту оперативную работу, поэтому часть информации у меня осталась как бы в таком вакууме. Я тут не могу комментировать. Но, тем не менее, значит, общественностью была вызвана полиция по связи 102. Полиция приехала, сейчас вам хотел бы показать. Значит, это вытяг из ИРДР, это реестр судебных проследований. Полиция возбудила поглобное производство. Набишла заяву, что в период установленного на условленной территории Киевского лесництва самовольно захватили земельные делянки. В улице Некрасово, Топроволку Глеснова, Расташованных, Обухевка. Вот данные сведения были внесены в ИРДР 5.09.16 года. То есть, в настоящий момент рано о чём-то говорить. Был и захват не был, самовольны, не самовольны. В настоящий момент занимается полицией. Вот, я вам могу предоставить ответ, официальный ответ. Там было в домопоручение начальнику полиции подводить ответ. Вот, то есть, пока ведётся следствие, я воздержу уже каких-либо комментариев и, наверное, буду ждать окончания посудимого расследования по данному факту. По информации садочного головы, посудя Георгиевича Ерезя, никаких самовольных отходов земли там не происходило. Ну, опять же, это со слов, это... И на сегодняшний день есть мораторий на выдачу земли в посёлке, да? Ну, я слышал, да, такая информация, но опять же, это всё-таки больше компетенции уже садочного головы. По крайней мере, я, ну, как головой спецназа власти, я не вижу, на данный момент, я сейчас не вижу пока вот из того, что у меня есть, каких-либо таких вопиющих нарушений со стороны местной власти, то есть садочного головы. Возможно, просто люди собрались, да, у людей накипело, людям хочется вырваться. Я открытый, я здесь людей собрал. Мы взяли, ну, приняли такое решение Соломоново, разобраться, потом ещё раз соберёмся, будем выяснять. Может быть, нам полиция тоже сообщит какие-то сведения по этому вопросу, и потом уже будем дальше принимать какие-то мы. Спасибо за комментарий.